Владимир Николаевич, у тебя дома жена, сын двоечник. За кооперативную квартиру не заплачено, а ты тут мозги пудришь. Плохо кончится, родной. Приветствую вас. У нас красивое кресло. Вы тоже неплохо выглядите. Красивая вышиванка. Кстати, с праздником вас прошедшего вчера. Ой, спасибо. Спасибо большое. Вы наблюдали, как Украина празднует? Нет, вы знаете, честно, нет. Ну, у нас парад был российской техники на Хрещатике. Серьезно? Да, сгоревший. А как вы ее проводили? ЗСУ ее спалило. И вот мы выставили, мне кажется, шикарная идея, на мой взгляд. Скоревшую российскую технику поставить на Хрещатике. И очень много людей. Такое количество людей. Единственное, сегодня, как специально, воздушных тревог очень много было. Вот прям много. Ну, все-таки у нас День независимости. Где-то были прилеты там на юге и Николаев, Харькова. Там все время сейчас. А вы где находитесь? Не, ну я на Хрещатике не был. Ну, я, кстати, видел вот это вот, наблюдал. По-моему, пару дней назад, как притащили эту технику, нет? Я ее аж там. Да, 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 она уже пару дней. Да. Я не знаю, зачем. Я понимаю, вот когда было вот такое же сделали азербайджанцы, когда технику, по-моему, то ли Карабаха, то ли армянскую технику протащили через свою площадь, как в знак победы. То есть, ну это понятно, там они победили, они провезли побитую технику. Это понятно. А у вас какой смысл, какой посыл? Ну, это та, которая должна была Киев за три дня взять. Это с Киевской области, там с Черниговской. То есть, ее пособирали и принесли? Да, ее пособирали, поставили, а потом и везут. Я даже слышал, что вроде как в Берлин какая-то поедет техника, на которой было написано Берлин. А там заказали или вы так привезете, пусть берут? Ну, как, типа, ваш бывший президент? Ну, я читал где-то сегодня в новостях, что нет, ну, они, видимо, заказали, да. Ну, это просто... Поставить как достопримечательность. Раньше у вас бывший президент с куском двери ездил, я помню, показывал. Какой именно? У нас они такие все разные, такие. И был такой президент, который с баночкой меда мог ездить. Нет, тот с куском двери простреленный ездил. Который с шапкой мог ходить. Ну, у вас вообще, да, у вас тут... Мы можем их выбирать. Это классно. Это классно. А вот интересно, у вас каждый, когда следующий президент приходит, у вас, по-моему, это уже национальная традиция такая вот это празднование. Банду Геть предыдущему. Нет, не всех, только Януковича. Два раза против него два раза майдан. Ну, Кучма, да, Кучма, конечно. Конечно. А этому Ющенке? Нет. Нет? Нет. Просто вот помню. Выбираем. А Порошенко? Переизбрали. Понятно. Сначала выбрали, сначала выбрали, потом переизбрали. Не оправдал Надежда? Ну, почему? Может, и оправдал, может, и не оправдал. Ну-ка, объясни. А вы предлагаете, чтобы вот зашел на 30-40 лет, да, и уже маразматиком и помер, чтобы не было выборов, да, вы предлагаете или как? Не, кстати, вы знаете, вот мне нравится, например, вот в Соединенных Штатах как. Там вот выбирают, и у президента есть возможность идти на второй срок. То есть, если он хорошо себя показал, его электорат выбирает на второй срок. А если он не очень хорошо показал, то на второй срок его не выбирают. Ну, да. Ну, вот у вас предыдущего не выбрали на второй срок. И перед ним не выбрали. И перед ним не выбрали. Ну, да. Кучма был два раза. Да, то есть, остальные не очень, да, были все. Янукович захватом власти пытался быть два раза. Два раза Майдан против него. А вот это, кстати, мне интересно. Может, вы мне объясните загадочную украинскую душу? Если в 2004 году вы прокатили Януковича, ну, за обман, там, за все дела. То есть, это, по-моему, первый раз вы тогда нарушили Конституцию свою, когда провели третий тур. И через пять лет... Нашу, не вашу Конституцию, не нашу, не нашу. Мы свою, да? Свою свою. Нарушили, не нарушили, это как-то вас очень волнует. Ну, ну. Не, ну, мне-то как-то это, это ваше, это не мое. Это же ваш основной. Вы россиянин, я так понимаю. Это же ваш основной закон, поэтому вот... Мне просто интересно, смотрите, я закончу просто фразу. Мне интересно, если в 2004 году вы Януковича прокатили, в смысле, там, банду Гетти и все остальное, то как получилось, что в 2004 году вы его выбрали? Обманом он. Обманом Янукович на самом деле выиграл нечестно. Первый раз и второй. В 2004 против него было, ну, там был подсчет голосов. Ну, как вот у вас Путин, как Лукашенко. Вот так вот Янукович поступил. Не, ну, а почему вы его... Только мы и не стали терпеть, мы, украинцы, не стали терпеть, а взяли его, ну, пеньками под сад. Ну, понятно. В 2004 году... По пенечкам он потом ускакал. Правильно, правильно. Вы в 2004 году его по пенечкам выгнали. По идее, вы должны были предать его забвению, ну, по логике вещей, и о нем вообще не вспоминать. Конечно. Но в 2009 году, мало того, он снова всплыл, он еще и стал президентом. Вы его выбрали. Как так получилось? Вот точно так же обманом. При поддержке Владимира вашего Путина. Ух ты. Ну, да. Он же ж ручных ставит президентов. Вот Лукашенко ручной президент там. В Казахстане ручной президент, еще где-то ручной президент. Везде... Подождите, а какой ручной президент в Казахстане? Ну, а вы что, забыли? Про Казахстане там была... Нынешний или предыдущий? Нынешний, нынешний. Вот этот Такаев? Ну, да. Разве не? Так он же сейчас вот не признал Крым. Конечно, не признает. Так, а если он... Да, грамотно он, да, конечно. А кто признает? Дурачок только признает. Ну, вы же говорите, он ручной Путина. Это как его? Ну, да. А что, нет? Вы считаете, нет? А предыдущий президент Казахстана тоже был ручным? Слушайте, давайте про ваше хуйло поговорим. Какого хрена здесь делают российские войска? И что вообще... Как называется это... Вот спецоперазм, новые цели? Как... Вот была деноцификация. Теперь. Как называется теперь? Нет, почему мы... Удержать Херсон? Почему мы говорим о той теме, которая вам выгодна и удобна? Почему мы не говорим вот то, что мы обсуждаем дальше? Последовательно идем. Да, мы обсуждаем. Давайте войну обсудим. Нет, мы сейчас к ней придем. Мы сейчас к ней придем. Нет, мы уже пришли. И конкретно мы пришли сейчас к этой теме. Вы поддерживаете Путина? Вы поддерживаете... Я войну не поддерживаю ни в коем. Я войну не поддерживаю никакую. Ни в коем случае. Я против того, чтобы гибли мирные люди. А также гибли солдаты. То есть это потенциал. Будущий потенциал, который любой страны. То есть я против этого, конечно. Не поддерживаете. Ну как я могу поддерживать? Я сказал. Я любую войну, в любом ее проявлении, в любом месте, на точке земного шара я не поддерживаю. Но вы гражданин России, правильно? Какая разница, чего я гражданин? Ну как? Важно. В чем важно? Вот я гражданин Украины. Поздравляю. Я должен... О, спасибо. Ну вот, я же вас и поздравил в самом начале. Должен понимать, с кем я общаюсь. А вы как относитесь вообще? Как вы относитесь к русским? Очень плохо. Почему? С 14-го года... До 14-го года я очень хорошо к ним относился. В 14-м году очень плохо. Сейчас ненавижу, презираю. И неприязнь они меняют. Всех вызывает. Отвращение вызывает. Всех русских. Вот всех до единых. Вообще всех. Тогда какой мне смысл говорить что-то, чтобы вам понравиться, если вы меня все равно априори будете ненавидеть? Смотрите. Что такое русский? Русский, я думаю, это национальность. Иногда бывает состояние души. Да. По моему определению. А россиянин? Россиянин-то гражданин, населяющий территорию Российской Федерации. Имеющий паспорт Российской Федерации. Так же самое, как американец. Вот, к примеру. Американец может быть любой нацией, любой расы. Но принадлежность гражданству... Да, почему нет американский, почему нет казахский, почему нет украинский, а есть русский? Что это? Что значит русский? Ну, русский. Национальности. Мы сейчас пришли к национальности. Как появились русские? Как появились? Ну да, когда они появились? Ну как, они всегда были? С Петром Первым? Ну как они всегда были? Ну, были великороссы, малороссы. О, это вообще... Это что? Русские поселения еще давно были. Великороссы, малороссы, среднероссы, недороссы. Нет, белороссы. Не было среднероссов и недороссов. Ну что это такое? Ну как, народности? А потом просто стали русскими, да. Вот, Петр Первый придумал русские. Ну пусть будет Петр Первый, чтобы вам было хорошо. Давайте, до этого как-то не было. Не, а кто придумал? Ну, а когда они появились? Ну, в разных эпостасиях было. Вот украинцев тоже не было. Ну, первое упоминание русские. Где есть первое упоминание русские? Киевская Русь, кем была населена? Русскими, а не русскими. Нет, тогда мягкого знака еще не было в алфавите. Нет, нет, нет. Не было тогда мягкого знака. Ну, так может мы, Русь. Вот, современная Украина, это Русь. Так Путин об этом и говорит? Нет, Путин говорит, что это Россия. Все, Путин хочет сделать областью. Серьезно, он так сказал? Ну, конечно, он... Путин. Блин. Ух ты. Видите? У вас тревога. Да, у нас тревога. Это трагично, это плохо. И так целый день сегодня. Ну, это плохо. Такой день. Да, плохо. И в Днепре вроде там пассажирский поезд попал, ракета. Это плохо, это трагично. Вот плохо, когда... Каждый день погибают люди, мирные жители. Каждый день попадают в жилые дома, попадают в торговые центры. Вот это сейчас в поезд попали. Идет война против мирного населения. Геноцид украинского народа. Вопрос можно вам задать? Да. Вот вы мне только что сказали, что вы плохо относитесь к русским, да? Ненавиден. Ну, я к россиянам плохо отношусь. А, то есть к россиянам. То есть там любой народ, народность. Вот к мордвинам. И к тем, кто поддерживает... К дагестанцам, к чеченцам, ну, россияне. Ну, которые поддерживают эту войну, которые пришли с войной. И можно же жить и в Германии. У меня к вам к чему вопрос-то. Понимаете? Недавно один представитель вашего государства, я по-другому просто назвать не могу, представитель, посол. Посол. В Казахстане. Вчера, по-моему, сказал, что, ну, типа, что надо сейчас как можно больше русских уничтожать, чтобы потомкам было меньше их убивать. Я не знаю, что вам ответить на эту тему. Ну, ваше мнение по этому поводу, мне интересно. Моё мнение такое. Россия современная сейчас, это зло, это терроризм, это фашизм и нацизм. А почему ни одна страна в мире не призвала? Уничтожить Россию как государство, а именно дать возможность на самоопределение Татарстану, Чечне. Подожди, не зависай, родной. Ой, вот они, великие геополитики. Татары за вас уже решили, вам надо самоопределиться. Чечены за вас тоже решают, надо самоопределиться. Также, я так думаю, если бы он не завис, то там же и Марк-2, и Буряты, и все остальные вам сказали, вам надо самоопределиться. Вот, болезнь. Болезнь. Но я так понял, ему фраза его посла не понравилась. То есть, не совсем все плохо в этой жизни. Жаль, конечно, что сорвался такой был. Интересный персонаж. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok